Ремесло технического переводчика Автор ее Борис Николаевич Климзо Выпускник Московского энергетического института Борис Николаевич Климзо Долгое время совмещал профессии инженера энергетика с занятиями техническим переводом В дальнейшем переводческая работа стала для него основной Борис Николаевич автор более 20 книг и статей по проблемам перевода научно-технической литературы Он был научным редактором в издательстве «Мир», более 10 лет преподавал технический перевод Являлся составителем ряда бумажных и электронных словарей Ну а теперь, собственно, о книге В предисловии автор аккортиризовал ее как не традиционное вузовское пособие А своего рода справочник, написанный переводчиком и для переводчиков Эта книга – квинтэссенция всего его переводческого опыта Она содержит множество примеров из реальной технической литературы Книга делится на несколько частей Техническая часть, где речь идет о различных ловушках и подводных камнях, поджидающих переводчика Тематическая часть, где говорится о разных жанрах научно-технической литературы И разбираются разнообразные примеры перевода каждого из них И, наконец, третья часть – справочная, в которой рассматриваются различные нюансы переводческой деятельности Разберем поподробнее каждую из этих частей Эту часть хорошо характеризует название начальной главы о разных коварных словах Самыми очевидными из таких слов являются так называемые ложные друзья переводчика Или межъязыковые амонимы Пары слов в двух языках, похожих по написанию и произношению, но отличающиеся в значении Но кроме них есть, например Слова, которые в зависимости от контекста могут принимать диаметрально противоположные значения Например, слово protection, которое может означать как защиту чего-то, так и защиту от чего-то Apparent – кажущийся очевидный Implicit – подразумеваемый, неявный, мнимый, возможный Conservative – завышенный, заниженный Trip – выключать, включать Последнее слово иллюстрируется таким примером If the rectifier DC output is equipped with two-pole breaker The LR will trip if the DC output breaker is tripped Когда выход постоянного тока выпрямителя оборудован двухполюсным выключателем, сигнал отказа включается Если этот выключатель постоянного тока на выходе выключается Технические неологизмы Так автор условно называет слова, которые употребляются в значениях пока не зафиксированных словарях И которые в английском языке появляются непрерывно Например, prediction – расчет по модели Field – эксплуатация Formulation – химический состав Commercial product – промышленное изделие Take-off – материально-техническое обеспечение И наоборот – архаизмы Например, слово software в декомпьютерную эпоху означало резинотехнические изделия И, кстати, оно до сих пор это означает Слова-индикаторы, про которые автор пишет следующее Их назначение указывает на некий факт Например, на высокую степень чего-либо Сравнение с чем-либо Отсутствие чего-либо Сомнения в чем-либо Отсутствие сомнения в чем-либо Благоприятность или, наоборот, неблагоприятность какого-либо обстоятельства Для некоторого действия противопоставления Буквальный перевод английских слов-индикаторов на русский язык Приводит к искажению, либо даже к полному нарушению смысла Например, enough в сочетании с not to в примере This value is apparently low enough not to affect the compression of the airspace significantly То есть это значение, очевидно, достаточно низкое И поэтому не оказывает существенного влияния на процесс сжатия воздушного объема Или between в предложении When the hardness between two contacting surfaces is quite different A deep groove may develop on a softer surface То есть когда твердость двух контактирующих поверхностей сильно различается На более мягкой поверхности может образоваться глубокая канавка Имплицитные или неявные выражения Например, упрощенные термины, когда автор переносит определение с одного слова на другое Или сокращает многокомпонентный термин Они встречаются в текстах, рассчитанных на узких специалистов Которые, так сказать, и так поймут И часто приводят к неправильному пониманию оригинала переводчикам Например, в таком предложении Oxidation and extreme pressure additives are used То есть используются противоокислительные и противозадирные присадки Или в термине wear requirement Который означает не требование износа, а требование малого износа Отрицательные конструкции, с которыми, казалось бы, проблем быть не может Но, тем не менее, и здесь могут быть подводные камни для переводчика Например, не всегда может быть очевидно, к чему относятся отрицания И куда поставить отрицательную частицу «не» В качестве примера автор книги приводит следующую фразу This does not appear to be an agreement with available experimental data Который переводится так Это, по-видимому, не согласуется с имеющимися экспериментальными данными Обратите внимание на то, к чему относятся отрицания в оригинале и в переводе В некоторых случаях отрицание в оригинале становится утверждением в переводе Например We did not find this form of vegetation in our survey But it does not exist nowhere, because Smith et al. reported finding it in their research area На нашем участке обследования мы не нашли этой формы растительности Но она все-таки существует Так как Смит с сотрудниками сообщает об обнаружении ее на своем исследовательском участке Наконец, большая глава в этой книге посвящена важной для переводчика теме Это терминология и переводы терминов Сюда входит следующее Как искать эти термины в словарях и в интернете Как создавать эти термины, если их не нашел переводчик в этих источниках И как работать с двух и многокомпонентными терминами Где зачастую непонятно, что является определяющим словом, а что является определяемым Вторая часть книги, как уже говорилось, посвящена различным видам научно-технической литературы Первая из них – это научно-технические статьи и доклады Какие нюансы поджидают переводчика при работе с ними? Их бывает немало Многословия, которые без всякого ущерба для смысла, можно гораздо короче выразить в переводе Например, вместо with the aid of можно было бы просто написать with Вместо is in the form of – is Вместо in the vicinity of – near И тому подобное Канцелярит, или наоборот разговорный стиль Например, the perfect valve, like perfect woman, simply does not exist But you cannot get along without them Идеальных клапанов, как и идеальных женщин, в природе просто не существует Но жить без них, не идеальных, невозможно Невнятное выражение мысли However, one of the two electrometers has a function of 30 less response time than does the other Что на самом деле означает However, one electrometer responds 30 times more slowly than the other Однако один электрометр в 30 раз инерционнее другого Неясные языковые конструкции, которые кажутся переводчику непонятными, неопределенными или грамматически неправильными, но тем не менее являются вполне обычными для языка оригинала Тавтология, а также всякого рода анакалуфы и опечатки Например, laboratory вместо laboratory Или такой вопрос Is the oil exit pipe flowing freely? Где течет, конечно же, не трубка, а масло И перевод должен звучать так Свободно ли вытекает масло из трубки? Следующий жанр рассматриваемой книги – это патенты Для них характерна точность изложения и применение особых лексических формулировок Различных в разных странах, в том числе и в России Но которые нужно очень точно воспроизводить Несмотря иногда на их архаичность Особенно это касается Великобритании, где патентное право существует аж с 15 века Неточность перевода патента в некоторых случаях может привести к непредсказуемым И весьма неблагоприятным юридическим и финансовым последствиям Кроме того, каждый патент имеет строго выверенную структуру В каждой стране свою И состоит из нескольких частей, которые нужно воспроизвести в переводе Поэтому перевод патентов предполагает крайнюю внимательность переводчика И точное воспроизведение материала с учетом всех формальных правил В нашей стране переводчикам чаще всего приходится иметь дело с различными проектными материалами Их переводу и посвящена следующая большая глава В понятие проектные материалы автор книги включает все, что касается технического взаимодействия Между западными компаниями, российскими организациями и фирмами при выполнении совместных проектов Здесь, с точки зрения переводчика, рассмотрены все аспекты такого взаимодействия Начинает разработки соглашения о взаимопонимании до технических условий и инструкций по эксплуатации тех или иных устройств И целых предприятий с соответствующими особенностями лексики и стиля Кроме того, приводятся основные принципы перевода спецификаций Технико-экономических обоснований, технических условий, планов инспекции, испытаний, инструкции по монтажу, эксплуатации, обслуживанию и ремонту оборудования Стандартов, нормы и нормативов, экономических и финансовых документов и тому подобного Особое внимание уделено переводу чертежей, сокращением, применяемым в них, и описанием их деталей Причем каждый из этих подвидов проектных материалов обладает и своими особенностями Например, в стандартах строго обязательно использование модального глагола shall в качестве показателя долженствования А в инструкции оно выражается с помощью модального глагола must или should Для спецификаций характерно наличие большого количества сокращений На чертежах могут встретиться очень общие, а иногда вообще различные наименования одних и тех же деталей Финансовые документы могут содержать специфическую лексику, требующую особого перевода И если переводчик не знаком с ней, перевод может стать непонятен для специалистов Например, amount of financing переводится как сумма кредитов Cash payments – это не платежи наличными, а платежи из собственных средств, то есть не за счет кредитов In our ears – за истекший период и тому подобное Последняя глава тематической части посвящена юридическим документам Естественно, тем из них, которые имеют отношение к технике Это контракты, афидевиты, доверенности, соглашения о разделе продукции, банковские гарантии и тому подобное Как и патенты, они имеют свои лексические и стилистические особенности, которые переводчику необходимо знать при работе над ними Кроме того, они также требуют особой внимательности при переводе, так как последствия неточности могут быть аналогичными При этом часто следует учитывать, что в юридической терминологии многие вполне обычные слова и сочетания приобретают несколько иное значение Например, слово сочетание inconsideration of, обычно означающее с учетом чего-либо В юридических текстах однозначно переводится как завстреченное удовлетворение Кроме того, юридический язык содержит определенное количество так называемых клише Или шаблонов, которые следует переводить такими же русскими клише Список этих клише, наиболее характерных из них, приводится в книге Справочная часть книги посвящена решению различных прикладных задач переводчика Например, здесь говорится о расшифровке сокращений, о переводе названий должностей и подразделений с весьма политичным списком соответствий должностей в западной компании и принятых у нас А также вузовских должностей и ученых степеней, о работе с размерностями, о пересчетах коэффициентов и об уточнении мысли автора Кроме того, большой раздел в книге посвящен переводу с русского языка на английский и тому, чтобы его результат не выглядел переводом А затем следует глава под названием «Правда и мифы о переводчиках» Посвящена она вопросам профессионализма переводчика, то есть тому, как стать переводчиком, где и как этому учиться Как оценивается качество перевода, какие информационные технологии используются при переводе, как строится отношение переводчика с заказчиком и посредником А также общему вопросу, кто же такой профессиональный переводчик и что такое профессиональный перевод Приводятся примеры профессионального и непрофессионального переводов и их сопоставления с подробным разбором Кроме того, автор книги дает ряд общих рекомендаций относительно того, что следует и чего не следует делать переводчику Книга написана живым языком, читается очень легко Это не нудный научный трактат, а заинтересованный разговор опытного переводчика-профессионала с теми, кто начинает переводческую карьеру или хочет далеко в ней продвинуться Книга Бориса Николаевича Климзова просто обречена стать настольным пособием для любого технического переводчика Желаю удачи!